МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Воженина. Смотрите сегодня. Горе рыбаки. 12 человек были спасены на Волге во время рыбалки. Стройное счастье в чебоксарском роддоме на свет появилась тройня. Вся жизнь вольная борьба. Спортсмены-почуваши готовятся к Кубку России. Десять месяцев 2016 года в промышленности прошли под знаком роста. Индекс промышленного производства составил 108,5%. Сегодня на еженедельном совещании у главы Чуваши озвучили данные за январь-октябрь. 108,5% такие итоги работы промышленности в 2016 году. Причем в некоторых отраслях, например, в обрабатывающем производстве, цифра выше – 108,8%. Хорошие показатели у предприятий электротехнического и химического кластеров. В целом, по итогам машиностроения, по итогам года у нас закончат на уровне 18%. Показывают неплохую динамику предприятий химической отрасли. Объем отгрузки 24%, там просто 18%. Здесь надо делить как производство химической продукции увеличили объемы, так и резиновые пластмассовые изделия. Как положительный фактор, Владимир Аврелькин отметил сокращение безработицы, снижение инфляции и рост средней заработной платы по региону. Хуже погоду будут показатели в строительной отрасли. За 10 месяцев объем работ составил 94% к уровню прошлого года. Введено в эксплуатацию 430 тысяч квадратных метров жилья, что тоже меньше, чем в прошлом году. Сохраняются долги по зарплате. Почти 24 миллиона рублей задолжали своим работникам предприятия Чувашии. В этой сумме не учитываются долги концерна тракторные заводы. Здесь фиксируется ежемесячная задолженность по заработной плате. На сегодня промтрактор погасил всю задолженность. Агрегатный завод задолженность – это 59 миллионов рублей. Промтрактор проработает – это 72 миллиона рублей. По этим предприятиям, двум, это самые большие должники, по ним ситуация действительно неоднозначная, тяжелая. Тоже не хотелось бы предвещать декабрьский наблюдательный совет у Нижкану Банка. Но мы на него рассчитываем. Кроме того, составлен реестр недобросовестных поставщиков. Ведется претензионная работа на 58 миллионов рублей за невыполненную или просроченную работу. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. На еженедельном совещании Михаил Игнатьев предложил 2017 год объявить годом матери и отца. С такой инициативой к нему обратились Чувашский республиканский совет женщин и совет отцов. Это предложение уже прошло обсуждение с органами исполнительной власти, местного самоуправления и общественными организациями. Проект указа уже подготовлен и будет опубликован в ближайшее время. К другим новостям плыли на льдине, но не как на Бригантине. На минувшей неделе в республике произошли сразу несколько ЧП с рыбаками. В минувшее воскресенье в Чувашии спасли 12 человек. Сообщение о том, что на Волге около деревни Кибечкосы оторвалась льдина с рыбаками в Центр управления кризисными ситуациями, поступило в 9.15 утра в воскресенье. Сняли рыбаков-экстремалов с льдины уже к 11 утра. К этому моменту их отнесло от берега на 350 метров. Эвакуацию из дрейфующей льдины проводили с помощью судна на воздушной подушке. Председатель Государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров отметил, это уже третий случай только за прошлую неделю. Все прекрасно понимают, знают, что толщина льда сейчас не более 5-7 сантиметров, тем более днем хотя минус 3, а на солнце все плюс, все тает, все ломается. Не хочу обидеть рыбаков, они фанаты в буквальном смысле слова, но теряют рассудок и в итоге оказываются вот в такой ситуации. Это хорошо, вот за три случая все 20 горя рыбаков были спасены, но может получиться так, что льдина маленькая не выдержит, все, и спасти некому будет. Поэтому хотелось бы, чтобы вот этот период, когда еще и погодные условия, нет устойчивого мороза в пределах 10-15, и толщина льда менее 10, на льдине абсолютно делать нечего. По данным ГИБДД, с начала года в результате аварии на дорогах Чувашии погибло 156 человек. В рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий сотрудники Республиканской госавтоинспекции провели краш-курс по безопасности дорожного движения для студентов педагогического университета. Краш-курс – это рассказ специалистов, участвующих в профилактике, предотвращении и ликвидации последствий аварии на дорогах. При этом кадры оперативной съемки резонансных дорожно-транспортных происшествий, которые показывают на встрече, позволяют непосредственно ощутить всю трагедию чрезвычайной ситуации. Эксперты скорой помощи описали тяжелые травмы, получаемые участниками дорожного движения, и рассказали о методах оказания первой медицинской помощи. Наглядные примеры действуют на участников дорожного движения весьма убедительно. Трагедия в семье, буквально даже и в семье полностью погибает. Несмотря на снижение данной дорожно-транспортной происшествии и погибших людей за текущий год, мы все равно ежедневно наблюдаем дорожно-транспортной происшествии, которые случаются по халатности. Каждая ситуация на дороге, она может быть предсказуемой. Давно уже стало привычным, что на место ДТП, как и на место пожара, одними из первых прибывают спасатели МЧС. Они обладают большим набором технических средств и оборудования, которые позволяют своевременно оказать помощь пострадавшим. В дальнейшем серию краш-курсов планируется провести и в других высших и средних учебных заведениях республики. А практическую часть сотрудники ГИБДД перенесли на улицы столицы Чуаши. Всем пешеходам они раздают в свет отражатели. Родион Архипов, Александр Кузьмин, Республика. 175-летие Сбербанка отделение в Чувашии отметило в необычном формате. Об интересной интерактивной акции, которую Сбербанк провел совместно с Национальным телевидением, в нашем следующем сюжете. Почему бы не подвести итоги юбилейного года в прямом эфире? Выведи сигнал на канал Ютуб с обязательным участием жителей и оперативными ответами на их вопросы, подумали сотрудники Сбербанка. Подумали и сделали. Для этого на портале Чебру в разделе Банкинг заранее создали специальную тему, чтобы люди смогли оставить там интересующие их вопросы. Технологическую платформу помогли сделать специалисты нашего телеканала. И вот он, час прямого эфира. Начали с ответов на уже оставленные на портале вопросы. По какому принципу открываются и закрываются дополнительные офисы? Насколько активно Сбербанк работает с такой категорией клиентов, как пенсионеры? Какие нововведения есть в сфере безопасности? Почему плохо работают банкоматы? И даже какова инвестиционная политика банка? Управляющий Юрий Бычковский обстоятельно отвечал на каждый вопрос. Журналисты, сидящие в зале, тоже были в тренде и сразу же отписывались в социальные сети. Я внимательно посмотрел те вопросы, которые задали на сайте наши клиенты. И я хочу сказать, что я очень-очень неравнодушен к каждому из вопросов, потому что я в каждом из вопросов клиентов вижу определенный подарок для меня. Я теперь понимаю, где нужно подкорректировать свою работу, что тревожит клиентов, в чем бы они хотели изменений для банка. Мне кажется, это очень важно. За этот год Сбербанк ввел немало новых услуг, видоизменил старые, оставив главное в 175-летней истории уважение к своим клиентам. В республике еще одной многодетной семьей стало больше. Сегодня в городском перинатальном центре выписали тройняшек. Новоиспеченных родителей приехали поздравить исполняющие обязанности главы города и члены Чувашского совета женщин. Подробности в следующем материале. На выписку малышей новоиспеченный отец Денис пришел с большой группой поддержки. Удержать на руках тройняшек одному и действительно не под силу. Сейчас все дети здоровые, весят больше двух килограммов, хотя родились малыши с очень низкой массой тела. В перинатальном центре их выхаживали более 40 дней. Дети лежали в реанимации некоторое время, потом уже лежала вместе с ними я. Близкие очень ждут домой всех. Илья, Данила и Полина. Не запутаться кто есть кто, пока помогают только разноцветные конверты. О таком и не мечтали, говорят счастливые родители. Планировали одного, а тут сразу два богатыря и лапочка дочка. Крохи просто. Я все равно еще не осоздаю до конца. Впереди приятные хлопоты. Без помощи молодым родителям не обойтись. Дома тройняшек встречает большое семейство. Нянчиться с малышами. Будет кому. Прабабушка, прадедушка есть. Так что все готовы. Самих много еще. И прибавились в стране. Ничего страшного. Оказывать поддержку семье пообещали и в Республиканском совете женщин. Это большая ответственность. Встречаем такое богатство, которое ни на какие деньги невозможно их сравнить. Дай Бог вам самое главное – здоровье. Но счастливый отец признается, что хотел бы воспитать детей достойными гражданами страны. В будущем уверен он – малыши станут врачом-полицейским и адвокатом. Случай неординарный, говорят медики. Буквально месяц назад из этого же роддома также выписывали тройняшек. Ну а Полина, Илья и Данила стали второй чуваксарской тройней этого года. Дмитрий Ковалев, Рассей Мухаметов, Республика. Он превращает камень в произведение искусства. Один из самых известных чувашских скульпторов Владимир Нагорнов отмечает юбилей. Время, стиль, образ – очередная выставка работ мастера, которая открылась в художественном музее. Среди его работ – монумент матери-покровительницы, памятник Константину Иванову, Петру Хузангаю, Святославу Федорову. Почерк мастера легко узнать. Скульптуры отражают культуру народов, их историю и перемены. Каждое творение органично вписывается в городскую среду и улучшает ее эстетику. Он, как настоящий патриот Российской Федерации, Чувашской Республики, делает все от чистого сердца, с чистой душой, с честью и достоинством. И только тогда любая работа, она клеится, по сути дела. И все эти работы, все эти произведения, которые здесь представлены, конечно, они имеют огромное значение в сохранении культуры, традиций, живописи, вообще любого народа. Творчество Владимира Порфирьевича известно и за пределами республики. В Ульяновске расположен памятник Ивану Яковлеву. Воротынце – князю Воротынскому. А вот в селе Дрожжиное, что в Татарстане, в прошлом году построили стеллу ко Дню Победы по проекту скульптора. Человек действительно с большой буквы. Человек, который именем и то, что с ним знаком, нужно гордиться и, конечно же, восхвалять его произведения, его дар. На выставке собраны некоторые работы автора, а также фотографии, на которых запечатлен творческий путь. Но самое главное еще то, что я сам могу посмотреть со стороны в цельную вот эту вот экспозицию и сделать какой-то определенный вывод, на что заострить внимание в будущем, что, допустим, недостаточно. Мастер своего дела, создатель ярких образов в различных материалах – так говорят о мастере, коллеге и друзья. Талант, любовь к своему делу, а главное – глубокое понимание того, с чем работаешь, позволяют Владимиру Нагорнову оставаться одним из самых востребованных скульпторов современности. Ольга Пыречкина, Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Олег Якимов, Республика. 9 и 10 декабря в Чебоксарах пройдет открытый Кубок России по женской вольной борьбе на призы главы Чувашии. Праздник спорта обещает быть ярким и захватывающим. Спортсмены уже начали подготовку к предстоящим стартам в Чебоксарах. Вся жизнь – борьба, вольная борьба. Эти девушки связали судьбу именно с этим видом спорта и не пожалели. У каждой за плечами успешные выступления на всероссийских, а у кого-то – на международных соревнованиях. Именно им выпала честь представлять Чувашию на открытом Кубке России. Я отвечаю за комплектацию состава, который будет бороться на Кубке России. У нас будет бороться 8 человек, 8 спортсменок. Из них у нас 4 спортсменки именитые и четверо молодые. Для молодых это, наверное, будет такой старт впервые на международном уровне. Мы, тренера, на них надеемся. Все может быть. Это же ковер. Говорят, что на ковре все непредсказуемо. Именитые – это Наталья Гольц и юниорки Надежда Федорова, Вероника Чумякова, Мария Кузнецова. Я готовлюсь усердно и надеюсь, я покажу хороший результат, порадую своих тренеров. Все может быть. Может произойти травма во время тренировок. Я надеюсь, что борьба покажет и все пройдет удачно. Этот сезон вылезти намного лучше, так как в прошлом году на чемпионате Европы до 23 лет я проиграла. А в этом году я заняла третье место. Местом проведения соревнований станет Людовый дворец Чебоксары-Арена. Финальные схватки Открытого Кубка России пройдут 10 декабря в 17 часов в формате спортивно-концертного шоу. На соревнованиях планируется участие около 120 сильнейших спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации. И также на сегодняшний день свое участие подтвердили команды из четырех зарубежных стран. Соединенные Штаты Америки, Монголия, Казахстан, Белоруссия. Соревнования проводятся как лично командные. Будут разыграно 8 комплектов медалей. В перерывах между решающими поединками будут выступать звезды чувашской эстрады, а кульминацией станет концерт известного певца Сусопа в Леашвили. По словам организаторов, в ближайшее время билеты поступят в кассы, и их цена будет варьироваться от 200 до 300 рублей. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. В Ледовом дворце Чебоксары-Арена завершили всероссийские соревнования по хоккею среди сборных федеральных округов. Возраст спортсменов 14 лет. В течение недели семь команд боролись за главный трофей турнира. Наибольшее количество очков в свой актив записали спортсмены Центрального федерального округа. Дружина ЦФО из сыгранных шести матчей уступила лишь команде Северо-Западного федерального округа, которая стала бронзовым призером. Второе место заняла сборная Москвы. Хоккеисты Приволжского федерального округа закрепились на четвертой позиции. Отметим, что в составе этой сборной играл выпускник Чувашской школы хоккея Даниил Христанов. Для него участие в составе окружной сборной стало первым в спортивной карьере. Сразу после нашего выпуска смотрите интервью по существу. Тема беседы – реализация в республике доступной среды. Наши новости и программы смотрите на сайте НТРК21.ру. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова